Добрый день всем! Хотелось бы поделиться впечатлениями от системы «Сибирский казак». Поскольку это необычная система в чем в наше время? В том, что это абсолютно нелиберально, в том, что это абсолютно адекватно и имеет старые нормативы, старую школу именно даже до советского периода, ну и в том числе советского. И для мальчика, для будущего защитника и мужчины, главы семьи, это очень важно. Так вот, если у мамы, у которой есть мальчик, нет возможности дать парню, мальчику, модель поведения мужчины, для того, чтобы в будущем она могла на него опереться, как на защитника, как на опору, и он не висел у нее на шее вечным грузом, то однозначно необходимо, чтобы он прошел в школу систему «Сибирский казак». Особенно сборы летние, они, скажем так, заставляют парня увидеть себя изнутри, встретиться с самим собой, именно вот в этот период на «Сибирской заставе». Отдельно скажу про Юлия Александровича Шишукова. У меня он является ярким примером мужчины. Мужчины, наставника. И если уж для меня он является примером, то для парня это вообще кладезь, которая необъятна. Говорю это не просто так, говорю это потому, что уже наши дети прошли, и мои дети прошли через «Сибирскую заставу» с возраста 6 лет. Вот сейчас ему уже 16, 15, 14, да? И 9. Вот. Поэтому желаю всем удачи. Обязательно приходите, приводите своих детей на занятия Кирилю Александровичу по системе «Сибирский казак». А также на «Сибирскую заставу». Летом приезжайте. Я там, кстати, тоже буду. Поэтому всем пока. Всех обнял.